Продолжаем читать книгу Аллы Яновской «Ребёнок и музыка» Полонезе Федерико Шопена. Польша гордится тем, что на её земле родился один из лучших музыкантов мира. В местечке Железова Воля, недалеко от Варшавы, в семье учителя французского языка родился сын Федерико. Его мама была удивительной женщиной. Красивая, родившаяся в дворянской семье, она рано осталась без родителей. Поэтому она особенно остро чувствовала, как важна мамина любовь детям. В семье было четверо детей. Паня Юстинна, так звали её, после замужества продолжала играть на фортепиано. Музыка была её утешением в жизни. Она была непоколебимо уверена, что люди, с детства приученные к хорошей музыке, не могут быть грубыми и жестокими. Музыка более чем другие искусства смягчает нравы. Маленький Федерик был способен часами сидеть в ногу мамы и слушать её тихие песни. Как-то ночью она услышала звуки рояля. В гостиной играл её сын. Ему было только шесть лет. Никто не занимался с ним игрой на фортепиано. Федерику просто захотелось попробовать, как звучит мелодия, услышанная во сне. Классической вершиной развития полонеза становятся полонезы Шопена. Этот полонез один из самых коротких. Можно назвать его полонез-сказка. Первая часть состоит из двух действий. Каждое действие, как волшебная книга с музыкой и картинками. Часть первая. Открытие занавеса. Первое действие. Звучат аккорды в соль миноре. Большой дворец. Зал. Оркестр играет полонез. Строится пара и начинается шествие. Вдруг порывом ветра распахиваются все окна зала. Как будто из темной ночи влетела в окно добрая фея-волшебница и запела свою печальную неземную песню. Птицы подпевали ей с сада. Появила ароматом роз. У этой феи была сестра-близнец. Они всегда все свои добрые дела делали вместе. Поэтому вторая фея тоже влетела в зал через окно и так же запела свою грустную песню. Одна фея сделала любящим сердце принца, а другая зажгла сердце любовью его любимой девушке, в паре танцующей с ним полонез. Второе действие. Под радостное звучание оркестра открывается занавес. Звучат аккорды в себе моль-мажоре. Оркестр играет полонез. Король пропел что-то во время танца супруги. Она спокойная и счастливая, ответила имя. Часть вторая. Трио. Воспоминания уносят короля и королеву во времена их молодости. Какие они были счастливые. Они носились друг за другом по зеленым королевским лужайкам. Как они вместе танцевали, порой не выдерживая еще этой королевской важности. КОНЕЦ КОНЕЦ